Новости спорта продолжает эфир УТС в студии Кристина Лата. Здравствуйте! Новости спорта. Новости спорта. Новости спорным, то второй, безусловно, красивым. Капитан Челябинск обыграл двоих, навесил в штрафную точно на голову набегающему партнеру и тот отправил мяч в девятку. В концовке первого тайма у Новосибирска была пара моментов, но реализовать их не удалось. После перерыва Челябинск не стал отсиживаться, игра была более-менее равной, но вот изменить счет на табло ни одна из команд так и не смогла. 2-0 победа Челябинска, которая позволила команде возглавить группу. В принципе, да, то, что какую грунту дали, такая игра получилась в плане того, как действовал Челябинск. К сожалению, мы не смогли действовать так, как планировали. В чем причина, будем пытаться. До конца сезона осталось всего три тура и шансы изменить расстановку сил в таблице у Новосибирска крайне малы. Тем более, следующий матч команда проведет без главного тренера на скамейке. Павел Могилевский получил красную карточку в начале второго тайма игры с Челябинска, что означает автоматическую дисквалификацию минимум на одну встречу. Ближайший матч Новосибирска 19 мая также на выезде соперник Дубль Урала. 170 борцов-вольников из Новосибирска, соседних городов и сел выступили на турнире с амбициозным названием «Лига сильнейших». Это соревнования для спортсменов, которым в силу возраста еще рано бороться на первенстве Сибири. Подробнее расскажет Михаил Якимов. За Кубок Новосибирска юные спортсмены борются с полной самоотдачей. Для некоторых участников это первые большие соревнования в карьере. Здесь парни 11-13 лет. Турнир также называется «Лига сильнейших». Громкое наименование скорее аванс и способ дополнительной мотивации. Ребята есть, а бороться им еще негде по сути, потому что они еще не допускаются на соревнования. Они должны где-то свои навыки переменять соревновательно. Плюс это все как праздник мы делаем, чтобы интерес был. Ну и плюс, еще основная цель, мы уже смотрим ребят здесь, подбираем, высматриваем. Смотрят в первую очередь на 13-летних борцов. Скоро им предстоит пробиться в сборную Новосибирской области и отправиться на первенство Сибирского федерального округа. Но и в «Лиге сильнейших» проявить себя непросто. Турнир проходит в четыре этапа, и на каждом нужно выступить хорошо. Уже занимал третье место в прошлый раз. Ну, очень рад, сделал все, что мог. Только одну схватку не очень отборолся, а остальные доволен. Довольны не только спортсмены, но и тренеры. Благодаря «Лиге сильнейших» у них появилась возможность проверить своих учеников в реальных схватках. Я очень довольна, я довольна, что мои ребята выступают, что выходят, борются до последнего и выкладываются на все 100%. Победили на Кубке города по вольной борьбе воспитанники спортивного клуба «Обь». На втором месте «Заря», а на третьем – борцы из Бердска. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Латом. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова